всем привет с вами надежда а ко мне в садик опять прилетела рыжик опять он гостит у меня периодически прилетает и собирает своих червячков приятно так что рыжик полюбил мой садик но не только такие рыжики приятные любит мой садик но и вот такие рыжики да тоже рыжик смотрите какой размер огромный с палец толщиной и длиной с палец вот такие рыжики тоже посещают мой сад огород но это меня не радует потому что такому рыжику вполне по силам за одну ночь уничтожит всю высаженную рассаду но не помидор помидоры им не нравится это хорошо ну например салата легко настала пора солнечных ванн не только для людей для собачек но и для кур курочки очень любят полежать на солнышке и погреться я думаю на самом деле им не только приятно в плане получения витамин ди такого инстинкта полежать на солнышке но еще это момент и когда они могут быть очень близки к друг другу ведь такое лежание объединяет объединяет их посмотрите как они близко на сами друг другу лежат спрашивали в комментариях зачем они кушают камушки но нужно им птичкам кушать камушки для хорошего пищеварения и они их очень любят как я сказала не только курочки любят солнечные ванны но и собачки и конечно где принимать ванны и солнечный как не на грядке газончик с каждым днем становится лучше и лучше на радость нам людям и конечно же собачкам они тоже с радостью пользуются лук скорода вовсю цветет и вот такая красота под сеткой прячется пора бы мне убрать эту сетку чтобы пчелки шмели могли его опылить не знаю нужно ему это или нет но мне приятно если пчелкам придется по вкусу такой красивый кустик хоть это и лук но выглядит очень декоративно правда ну вот и кончилось пора редиски надо ее полностью все убирать освобождать эту грядку а на грядке я даже не знаю что посажу наверно наверно посажу салат осталось только всю редиску полностью повыдирать зелени дать курочкам нам корешки им вершки ну и посадить на грядку салатик хотя зрители писали что в салат можно класть и саму зелень редиски надо бы попробовать многоярусный лук всю зиму радовал своей зеленью и мы всю зиму его ели но сейчас пришло лето и он загрубел его надо либо полностью выдергивать а мне очень жалко это делать либо просто его обрезать вот так под корень и он начнет заново расти мелкой нежной вкусной зеленью этот лук у меня уже растет наверно года 3-4 а может и больше и 5 я им очень довольна легко очень размножается и никуда с грядки не собирается уходить я им сейчас кормлю курочек им он тоже очень нравится в принципе можно и в еду употреблять но у нас есть нежный хороший лучок поэтому этот пойдет курочкам ведь им тоже нужны витамины лучок я этот мелко режу можно конечно и так кинуть они в принципе сидят им будет немножечко потяжелее и они будут его дольше есть но я хочу чтобы каждый листик этого лука не пропал поэтому и мне принципе не трудно его порезать я его покромсаю и курятинки мои будет удобнее его есть принципе наверное правильнее было бы делать это ножом на досточки но я вот так вот ножницами обычными садовыми не спеша на стрига на стригаю им на кромсаю им кусочки которые они с легкостью смогут проглотить но это принципе коры как я говорю они вы справились и с целым луком и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но не могу, не поднимается у меня рука его взять просто и выкинуть Никому из соседей там даже бесплатно и не надо А выкинуть не могу Поэтому хожу и думаю, куда бы еще одну помидорку впихнуть Решила впихнуть его между виноградом и цветами Думаю, что один другому не помешают Вот так вот получилось между двумя кустиками календулы и между двумя кустиками винограда На длинной-длинной грядке добавилось на один помидорок больше Завалялась у меня упаковка от комбикорма бумажная Не знаю, куда бы ее применить, выкинуть конечно можно, но я решила, потому как у меня не хватает мульчи Использовать ее как мульчу, а то есть прикрыть ею землю Пока я туда не посадила что-то Когда посажу, может быть уберу, а может быть сдвину, не знаю Но в общем пришла у меня идея использовать эту бумажку, в которой когда-то был у меня комбикорм Еще для какого-нибудь идеи какой-то в саду Конечно, самое удобное мульчировать просто травой Но, к сожалению, трава у меня в дефиците пока что Субтитры сделал DimaTorzok Не прошло и часу, и шмелики оценили мой труд по открыванию этого прекрасного растения Лука с короды От сетки Смотрите, сколько сразу прилетело шмеликов Пчелок не видать пока что, но шмелей очень много Явно они давно соскучились по этому цветку И явно он им очень нравится Обожаю такие моменты Осталось взять стул, сесть на солнышки и любоваться, как эти трудолюбивые букашки Опыляют цветочки, собирают нектар Какие же они молодцы! Какая же красота! И какая я молодец, что догадалась убрать сетку наконец-то с этих цветов Ну а на этом я со всеми прощаюсь Всем пока и до новых встреч! Пишите комментарии, ставьте лайки С вами была Надежда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok